И сейчас мы имеем возможность показать вам сюжет о матче юности с Гомелем. Трудно поверить в то, что полуфинальная серия между юностью и Гомелем завершилась по истечении всего лишь четырех игр. После двух сверхнапряженных овертаймовых встреч на берегах Сожа, команды продолжили выдавать феерию и на чижовка арене. В среду подопечные Михаила Захарова вырвали у рысей драматичную викторию со счетом 5-4, а днем позже устроили с ними бесшабашную перестрелку. В дебютном периоде произошел обмен любезностями. Клубы по разу реализовали большинство и ушли на перерыв при единичках на табло. Во второй-третьей гости ненадолго захватили лидерство, но их попытки развить успех были жестоко подавлены хозяевами. Юность по-настоящему прорвало. Ее хоккеисты отличились четырежды в течение 10 минут. Причем в двух случаях забивал Виктор Туркин. В третьей 20 минутке счет долгое время не претерпевал изменений, но за пять минут до сирены на площадке начался хаос. Гомельчане заменили вратаря шестым полевым игроком и забросили две шайбы, всерьез намереваясь спасти матч. Правда, вскоре рысям обломал крылья все тот же Туркин, оформивший хет-трик. Но команда Александра Андреевского не сдалась и при счете 4-6. Брахманису удалось снова приблизить гостей к юности на расстояние вытянутой руки. И все же финальную точку в этом безумии поставили хозяева. Патрик Лушник вслед за Туркиным расстрелял пустую рамку и оформил итоговый результат 7-5. Обилие шайб, обилие драк и интрига до последних секунд в каждом матче. Такой зрелищной серии плей-офф в белорусской экстралиге не было уже давно. Другое полуфинальное противостояние пока продолжается. В его четвертом матче шахтер не пощадил Неман на его же площадке 6-0. Теперь оппонентам предстоит вернуться в Солигорск и снова скрестить клюшки в субботу.